Разреши мне мелко сказать. Дядь Игнатий скажет слово. Так, я не вижу. Все у меня здесь. Это болящие. Дома лежит. Да-то нельзя вставать, не садить. Ну ладно. Значит, у нас двор здесь, он небольшой. Но кое-что на нем растет. В прошлый раз ушли, у нас одна елка, удивительно, и мы ее садили. Наломали прям ветки, везде валяются. Зачем? Если они нужны ветки, вы бы собрали их ветки. Это витамины, ацинги. Это все можно. Просто наломали и бросили. Я один раз говорил, что растет здесь, не надо трогать. Вот один раз бросили, может нечаянно. И попал снежок. Вот рядом живет у нас человек, неверующий, через ограду. И он сжег дом, не выключил. И сосед уже отстроился, а он в бане живет. И к нему нельзя подходить. Он сразу матерится, он все время выпивает. Вы ударили. У нас отношения такие нейтральные. Он сразу оттуда. Какое право имеет в мой дом кидать? Ребенок, я говорю, играл, он не слышит. Ему надо свои эмоции сбросить. И у меня хорошее отношение. С ним я как-то ему советы давал добрые. Я прошу вообще не делать этого. У нас тут яблонька росла, прошелась. Мы берегли, ну, несколько яблочек. Идут ребятишки. Некоторые подошли, давай ее трясти, говорит. Трясет, говорит, как грушу. И все яблоки упали, собрали их, забрали, ушли. И вы это сделали. Те, которые у нас в лагере, то мешки там лежали с компотом, с сахаром, пальцем проковыривали и таскали. Это не годится. Это не по-христиански, даже в любом государстве это не делается. Если это было бы у мусульман, тебя бы запороли за это. А если тебе уже возраст такой есть, там отрубают руку за это дело. Ну, нам зачем это? Мы все открыто. Качаются на скамейке, допустим, на качели. С грязными ногами раз залез на это. Зачем тут люди сидят, садятся. Это такие вещи, которые не надо объяснять. Зачем ты ногами на нее залез? Она не предназначена для этого. И у нас в лагере, вы знаете, как тети Нади, как? Качаться можно, но только разуться. Но так же, порядок-то один. А с ногами можно на тарзанку залазить, там уже с обувью. И качаются, как есть. То есть, вот это элементарно необходимо заложить. Чтобы вы другим подсказывали. Меня больше всего удивляет то, что он нарушает один. И рядом пятеро играет, и видит, что он нарушает. И ни один не скажет. Что вы боитесь отношения потерять, или вам это безразлично. Это наше все. Его надо беречь для других. Вот она не знает. Она сейчас подходит, начинает к книге лезть. К книгам не прикасаться. На столе что лежит, пальцами задевать. Не твое. Стоит машина. Машина наша привезла зерно. Зерно. Из чего пирожки все делают. Пшеница. Ну, не успели. Напротив школы. Выскочили, залезли. Давай пшеницу разбрасывают на землю. Которую там ни курицы, никто не соберет. Тебе какая-то польза. Пшеница, она лежит высоко, закрыта бортами. Нет, туда какая-то сила затащила. Берут оттуда, давай пшеница кидать. Об этом говорить надо? Да не говорить надо. Наверное, какие-то меры принимать надо. Это не годится. Я прошу, во время игр нигде. У нас какой порядок в лагере был. Пальцем к девочке не прикасаться. Ну и вы к ним не лезьте. В мячик можно играть. Мячик кидает. Руки раскинет, а девочку хватает. Она же не мячик. Мы отказали им в лагерь таким приезжать. Вы знаете, у нас приезжал один тут. Писал письма кому-то там с Казахстана. Девочки знают. Паша, что ли не знаете? Хорошо знаете это? Да. Мы не для того здесь собрались. Залезли в шалаш, начинают баловаться. Через шалаш дырку прокапывают руку. А прокопал, там дождь пойдет. Мы соломинку к соломинке. Все это делали. Такой труд положили. Нигде не оставляйте плохой след. Я вот просто пришел, чтобы сказать это. Ты прости, пусть он снимает, потом вместе выйдут. Мы хотим, чтобы вы были другими. Чтобы вы получили царство небесное. Чтобы родители радовались, что такие у них дети воспитанные. И вы в школе, чтобы отпечаток оставили. Где-то не так делают, хвалятся дурными делами. А ты потихоньку скажи, скажи, нельзя. Христос так не учит в Евангелии. Чтоб тебя не видели, кто ты такой. Вот такое дело. Спасибо, Христос. Поблагодарите, дядя Матис. Ну это не значит, что вы все делали. Но это кто-то и делали. Кто-то же эти елочки нарвал. А кто-то видел и замечания не сделал. Одно дело там, иголочка. А когда целые веточки, зачем? Просто играть это дерево. Оно живое, оно росло. Чтобы эта ветка, хвойники, знаете, как они медленно растут? Чтобы веточка выросла, сколько времени нужно прошло, чтобы, да? А яблоки? Яблок стало мало, яблонька замерзла. Такая вкусная, хорошая яблонька была. Но если ты один подошел и увидел там всего 5 яблочек, и сорвал их, и только себе любимому достал. Правильно? А почему не подумать, что кто-то тоже захочет подойти? А кто-то тоже хочет такое же яблочко. Но о себе-то только об одном не думайте. Так же дома, в семье, тем более. Вы все, все из многодетных семей. Знаете, есть такая пословица про многодетные? В большой семье клювом не щелкают, да? А если щелка, то быстро-быстро-быстро-быстро. Быстро-быстро-быстро. Ну это не значит, что надо быстренько вот мне-мне-мне, пока вот, потому что если я сейчас не съем, придет другой, он все съест, все самое вкусное. Все-таки думайте о друг-друге. Сами взглядом-то разделите. Вот лежат два яблока, а в семье шесть человек. Ну хорошо, я свою долю съел, яблоко я съела. А что, пятерым одно оставил? Ну ты возьми его, подели хотя бы на четыре части. Скажи, на вот тебе, тебе, вот мне. А там вот мама там с папой второй съедят вечером, да? Ну как-то делитесь. Не так, что только мне, да мне, а это тоже мне. Да? Разделение должно быть все-таки. Так. После службы подойдете, я вам, кто участники, я вам раздам. Сейчас не будем рассказывать. Одну на семью дам. Если останутся лишние, то запасные. Понятно? И не так, как в прошлый раз потеряли, мне пришлось второй раз вам распечатывать. Кто у нас в электроботах участвует? Динапа. И вот этот, это царь. Кто будет все-таки у нас с глашатым? Тарас, громко сможешь сказать, царь идет. Ну как? Царь идет! Че так-то? Да и ты чиша, я сказала громко. Так, все эти разбегутся. Так, все эти разбегутся. Тарчики разбегутся. Так, в прошлый раз, в прошлом. Тише-тише-тише. В прошлый раз нас было очень мало. Мы начали тут, все было несколько человек, загуляют к нему, дробуют и не все. И мы начали вот такую, я хотела с вами пройти, или что? Мы начали. Российское библейское общество издает ее. У них много подборок разных, вот я ее прочитала, называется «История Библии». И мы начали рассказывать о том, как вообще начали записывать, как появилась письменность, как появились буквы, чтобы можно было записывать. И вот тот, кто не был, подумайте, а как до этого момента Библия записывалась? Нет, не записывалась, а как она хранилась, как она вот дошла. Да, ведь смотрите, примерно записывали ее, ну, где-то полторы-две тысячи лет запись ведется. А ведь в Библии описываются те события, которые были семь тысяч лет назад. То есть, как Адам, Ева, да? Когда вот эти все события, Ной, Авраам, Исаак, Аков, ничего же они не... Подожди, Агния хочет, она первая рука приняла. Наверное, ее просто не писали, а рисовали. Возможно, рисовали, так. Я думаю, знали потом. Как вот передать друг другу, вот, чтобы не потерялись эта информация? Да, как думаешь? Я думаю, что вот это по иероглифам. По иероглифам? Но иероглифы это тоже буквы, правильно, это более древняя такая. Там в Египте были иероглифы, или там где они, там в Китае. Но это уже письменность. А до того, как стали записывать... Вот Акелина поднимала. Акелина, говори, как ты думаешь? Они передавали словами. Словами? И ты как хотела сказать? Что они записывали и уложили. Не было записей, не было никаких записей. Я тебе говорю, записывали в течение двух тысяч лет Библию. Записывали. Закончили ее писать в первом веке. Уже вот когда Христос родился, все, Новый Завет записали. Это там уже последняя книга Иоанна Богослова была. Это было начало уже после Рождества Христова. И примерно там за полторы-две тысячи лет ученые расходятся. А существующие события, описанные в Библии, семь тысяч лет. Как до этого делали? Ну, сначала было, рисовали, потом появились знаки на гнины, на тощечках. Но знаки это тоже, это уже буквы, это письмена. Правильно ответила Акелина. Передавали. Рассказывали. Постоянно пересказывали. Вот ребенок родился, и ему рассказывают, что вот наш брат, там Афраам, Исаак, Иаков, все события, про Иосиф. Все передавалось и передавалось рассказать. Про Ноя, Ковчег, как, что. И рассказывалось очень тщательно. И таким образом это все дошло, как считается, что первые книги были написаны, книги Моисеем. А Моисей уже когда был? Представляете, история уже Бога изданного народа, сколько насчитывала века уже. И Моисей начал это записывать. События от сотворения мира. А до этого они все время пересказывались. И посредством постоянного, многократного повторения это все передавалось из уст в уста и дошло через много поколений. Они свою историю сохранили таким образом. Понятно? То есть не сказки, не бабаски, а рассказывали о своем народе. И тем самым дошло до того момента, когда уже начали это все записывать. И как начали записывать, на что первые записи, как они выглядели первые в Библии, мы расскажем в следующий раз. Уже начали петь. Ну что ж. Это еще те на следующий урок, а готовься. Пошли. Пошли. Все, последний, сверху включите. Дядь, Володя, пошли. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok